Ребята, всем привет! Сегодня я хочу представить вам нового питомца, новую интересную рыбку. Но прежнее требуется сделать небольшие пояснения. Мы все привыкли, что аквариумы бывают морские, аквариумы бывают пресноводные. Но есть еще большая группа рыб, которая не относится ни к морскому, ни к пресноводному аквариуму, а точнее может относиться к любому из этих аквариумов. Мы все знаем такую рыбу как форель. Это промысловая рыба, которая разводится в прудах, в различных разводнях по всему миру. И наверное многим из вас приходилось кушать форель. В представлении многих из вас это рыба речная мелкая форель или более крупная озерная форель. Но мало кто знает, что существует также очень крупная морская форель. И все это рыба одного и того же вида. Рыбакам Питера хорошо известно, что ряпушку, из которой делают шпроты, можно поймать как в Ладожском озере, так и в Финском заливе Балтийского моря. Также там водится такая рыба как колюшка, колюшка, трехиглая, девятииглая. Она также водится как в морской воде, так и в Ладожской пресной воде, в озерной. Корюшку, ряпушку можно поймать также в Японском море на Дальнем Востоке. И наверное всем хорошо известно, что наш обычный речной уголь нерестится, плавает через весь Атлантический океан, нерестится он в Саргасовом море. Там молот подрастает и опять путешествует в пресные речные воды Европы. А вот горбуша и некоторые красные наши северные рыбы на нерест выходят в пресные реки, а всю свою жизнь проводят в океане. В океан впадают реки и при их смешении образуются солоноватые воды. Очень много обитателей в этих солоноватых водах и некоторых из них мы держим в аквариумах. Ну про колюшку я уже говорил. Есть такая рыба тетрадон, всем хорошо известная, которая водится в низовьях Нила в солоноватых водах. Также есть чисто крестоводные тетрадоны, которые водятся в реках Индии. Также в этом аквариуме вы можете наблюдать обычную малинезию. Многие живородки, вплоть до таких экзотических как дермогениц, любят слабосоленые воды. И есть у меня другие обитатели слабосоленых вод. Сейчас я вас с ними познакомлю. Многие из вас напомнят, что у меня был аквариум с солоноводными рыбами, где у меня жили различные живородки. И вот сейчас у меня есть солоноводных. Остался вот этот аквариум, где обитают другие солоноводные рыбы. Здесь я подсаливаю воду морской водой и в нем живут вот такие обитатели. Кстати, о солоноводном аквариуме у меня есть на канале целый плейлист. Бычок Сифодон красный. Обитает на островах океане, в реках, впадающих в океан. У нас в магазинах продается как пресноводная аквариумная рыбка. У меня живет в солоноватой воде. Питается стифодонными обрастаниями на камнях. Вот так он чистит камни. Нитчатое водоросли, к сожалению, не ест. И листы прыгун. Любимая поза и листы прыгуна. Хвост в воде, голова наружу. И листы прыгун на кормушке. У него очень красивые голубые блестки на теле. Во, второй выскочил. Согнал этого. Вот они оба сразу. Забавные лягушки. Ну и вот на днях я приобрел еще одну такую рыбу, которая может жить как в пресной воде, так и в соленой. Ее некоторые кулемисты держат до взрослого возраста в пресной воде. Хотя в природе она в пресной воде живет только в мальковом возрасте, а во взрослом состоянии скатывается в море. Это такая рыбка скатафагус. Давайте с ней познакомимся поближе. Вот эта рыбка сейчас плавает в моем морском аквариуме. А буквально два дня назад она плавала в пресном аквариуме зоомагазина. Эту рыбку можно купить у нас в зоомагазинах. Продается как аквариумная, как пресноводная. На самом же деле взрослые особи этой рыбки живут в море. Сюда я посадил ее пару дней назад. Сейчас она здесь полностью освоилась. Засолку она проходила в течение суток. Я видимо немножко поспешил с засолкой этой рыбы. Я покупал двух скатафагусов. Вот этот скатафагус красный. У него на спине красные пятнышки. А брал я еще скатафагуса зеленого. Вместо красных пятнышек на спине у него зеленые пятнышки. Это рыба одного вида, но разные расцветки. И вот, к сожалению, зеленый скатафагус засолку не перенес по каким-то причинам. Остался у меня один вот этот скатафагус. Я все повторяю название этой рыбы. Дело в том, что название этой рыбы переводится как рыба, пожирающая экскременты. В природе она часто живет в тех местах, где в водоем впадают сточные воды с берега. И она питается илом и всякими органическими остатками, которые находят в таких водах. Я надеюсь, что в моем аквариуме она немножко почистит пищевые остатки, различные другие отходы. Здесь она вполне освоилась. Встретили ее неконфликтно. Ни с кем эта рыба не конфликтовала и очень легко вписалась в общую картину морского аквариума. Это вполне себе морская рыбка. Ну, как я уже сказал, некоторые из аквариумистов держат ее в пресной воде. Я мог бы также ее посадить в свою трехсотку с пресной водой. Но решил посадить вот сюда, как рыбу утилизатора. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...